По словам спикера областного парламента, работа у нового состава законодательного собрания в ближайшие 4 года будет хоть и добавляй. Над одними наказами избирателей придется изрядно потрудиться. Социальная ориентированность будет не только главным приоритетом, но и основной движущей силой законотворчества. Если мы сверяем свои действия с людьми, то законы и другие нормативно-правовые акты получаются наимного более выверенными, чем тогда, когда мы просто действуем по наитию по какому-то и принимаем законы по той кажущейся нам необходимости. А вот реальная необходимость, по мнению Владимира Киселева, латания экономических дыр, созданных прошлыми конфликтами законодательной и исполнительной власти, наступившая в области политическая стабильность, должна сыграть в этом не последнюю роль. Мы очень позитивно настроены на работу друг с другом. И вот сейчас, когда у нашей Владимирской области появилась уникальная возможность очень серьезного развития, очень мощного рывка вперед и в экономике, и в социальной сфере, я уверен, глубоко убежден, что именно это правильный, абсолютно верный подход. Прорываться вперед Владимирской области придется с напряженным бюджетом. Дефицит региональной казны на следующий год больше трех миллиардов рублей. Но это, по словам спикера ЗАГС Собрания, не самый плохой показатель по стране. У многих регионов практически предельные дефициты бюджета, порядка 15%. Это нам вполне дает возможность очень серьезно и активно развиваться. Кроме этого, очень важно, что при напряженности бюджета мы не снижаем социальную направленность бюджета. По сообщению Владимира Киселева, уже в ближайшее время со всеми представителями Владимирской области в федеральных структурах планирует встретиться губернатор Светлана Орлова, чтобы обсудить конкретные задачи, касающиеся продвижения интересов нашего региона в Москве. Оксана Любимова, Ян Захаров, 6 канал.